Мужчина-парикмахер свободен от предрассудков. Он не слушает тех, кто говорит, мол, мужская работа, кирпич класть или лес рубить, а волосы стричь – женское дело. Наверное, поэтому, если дама приходит к мужчине-парикмахеру, то она ожидает от него этакого вау, ведь он ее видит с другой точки зрения – со своей мужской. Так считает один из молодых парикмахеров города Бреста Эдуард Кочурка. Порядка десяти лет мужчина создает красоту и делает невероятные вещи с волосами как женщин, так и мужчин и детей. Так как все-таки Эдуард пришел к выбору такой творческой профессии? Начал свою профессию в 2018 году, с чего стартовал? Да с юности, был творческим человеком, любил и резьбу по дереву, и всякие творческие работы. Потом в армию пошел, начал стричь там и после этого подумал, что надо приобрести такую профессию. Первый день был в салоне, я сразу устроился в салон, очень дорогой, классный, и так помнится, что было волнительно на самом деле, даже мытье головы, потому что на порядок выше, чем парикмахерский салон, клиенты все же способные, очень богатые, и было тяжело сначала. Увидел счастливые лица только после своих рук, и был доволен, и начал двигаться дальше, и профессия затянула меня. Я считаю, что женщины просто в женских блогах пишут, что они лучшие. Как говорилось издавна, мужчины и лучшие повара, и мне кажется, и они и создают прически крутые, окрашивания, чтобы видеть рядом с собой королев, и мужчина больше видит это со стороны, чем девушка-мастер, которая работает женским коллективом. В условиях современной развитой индустрии красоты уважающий себя парикмахер не просто виртуозно владеет ножницами, но использует правила стиля, старается угадать характер человека. Хорошая стрижка может преобразить клиента так, что он сам будет приятно удивлен своему отражению в зеркале. А потому, как считает Эдуард Кочурка, профессия парикмахера должна быть не просто профессией, а призванием. И слово «выгорание» в этом деле не должно быть. Парикмахер просто, я считаю, это как божий дар. Он создает красоту, создает прически на выпускные, на какие-то мероприятия, создает для мужчин стиль, для детей, для всех. Не скажу, что сложно, прям всему можно в этой жизни научиться, и эту профессию просто надо ей гореть. Ничего сложного в ней нет. Я считаю, вообще слово «выгорание» это какое-то новое слово, и если тебя не устраивает эта профессия, просто ты, значит, не по той тропинке пошел, значит, что-то меняй. И слово «выгорание» для меня не совсем понятно. Надоело – поменяй. Мне эта профессия полностью устраивает, мне очень нравится, и я готов дальше работать и развиваться. В каждой профессии есть свои тонкости и нюансы. Парикмахерское дело сегодня можно назвать настоящим искусством. Стиль, красота, шарм эти и множество других эпитетов можно прикрепить к результату работы мастера Эдуарда Кочурка. Несмотря на большой стаж работы, он всегда учитывает специфику парикмахерского дела, постоянно обучается, повышая профессиональное мастерство. В общем, не стоит на месте. Совершенствуется и старается быть в курсе всех преобразований новых причесок и стрижек. Почти каждый месяц ездим на какие-то дополнительные занятия лучших мастеров России, подсматриваем работы, колористика. У них супер, Москва двигается вперед, поэтому мы ближе к ним. А Европа уже давно впереди. Профессия парикмахер для меня это уже, наверное, смысл жизни. Мне очень нравится работать, придавать крутые образы людям. И я кайфую от этого. Просто работа сейчас – кайф для меня. Я работаю каждый день и не чувствую, как говорили до этого, выгораний никаких. Просто все очень круто. Каждый клиент для Эдуарда индивидуальный, особенно лучший. В свою очередь и он для каждого клиента самый-самый. Доверяют ему не только свои волосы, но и тайные проблемы. Проще всего с мужчинами, конечно. Потому что их не надо ничего спрашивать. Просто даже один вопрос все-таки. Как стрижемся, и они сидят молчат. С ними очень легко работать. Дети бывают подвижные, дети бывают интересные. Тоже классно с ними работать, если они спокойно сидят, но много чего рассказывают. Новое поколение очень классное. Женщины тоже разные бывают. С одними просто работать с кем-то посложнее. Каждый свой характер женский. Бывают мягкие характеры, там, где можно поболтать о жизни. Так как мастера считается всегда психологом. Эдуарда Кочурка ценит за его профессионализм не только клиенты, но и коллеги. Несмотря на то, что для них он руководитель, он к каждому относится с пониманием и добротой. И как руководитель, и как коллега, чудесный человек. После трех лет работы в салоне, достаточно большом, где коллектив 70 человек, и все из них женщины. Я думал, я буду как сыр в масле кататься там. Нет, вообще нет. Это, уйдя сюда, у меня и заработок увеличился, и настроение улучшилось. И уже на работу я встаю, и иду спокойно, с улыбкой, а не как там. Просто встаешь, пять туда, идти, все те же лица. Здесь мне его одного хватает с головой, и все хорошо. Опыт-то у него больше, но опыт-то в некоторых стрижках, я же больше специализируюсь на мужских, а он специализируется вообще на всем. Он и мужчин, и женщин, и окрашивание, и завивки, он делает все. Я тоже это умею, но я выбрал стезю, что я буду стричь преимущественно мужчин. У меня из женщин там буквально пару стрижек, и то такие, более модные. Вот, я более по моду, и я могу его чему-то научить. А так, ну он меня может по-женски поднатаскать, если я вдруг когда-нибудь захочу. Красота, как известно, спасает мир, а высококвалифицированный парикмахер всегда будет дарить людям только красоту и свое неповторимое искусство.